Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Все 50 сотрудников антикоррупционного комитета – это известные российские и советские артисты в основном почтенного возраста. По роду своей деятельности они постоянно находятся в зоне особого риска. Только за последние полгода на членов команды Никиты Михалкова было совершено 16 нападений, три из которых закончились летальными случаями, а в других событиях пострадали известные артисты, такие как Ирина Муравьева, Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Вячеслав Малежек и многие другие. Однако иногда трагедии происходят не только с сотрудниками организации, но и с их семьями. Сегодня пресс-служба антикоррупционного комитета сообщила скорбную новость о семье известного актера, члена комитета Евгения Сидихина. Евгений Владимирович Сидихин не только член комитета и известный актер. К тому же он бывший воин-афганец, многодетный отец, человек искренне преданный своему делу и просто достойный человек. К сожалению, в семье известного артиста произошло страшное горе. Накануне после тяжелой и продолжительной болезни, борьбы с редким заболеванием, раком крови, скончалась дочь Евгения Владимировича Анфиса. Похороны дочери известного актера пройдут завтра на Кунцевском кладбище столицы. В связи со страшной семейной драмой Евгений Владимирович взял трёхдневный отпуск и на данный момент находится вместе с семьёй. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Приближается юбилей антикоррупционного комитета. 6 июня 2024 исполнится ровно год с момента создания организации по борьбе с преступностью и коррупцией. Напомним, что у истоков создания антикоррупционного комитета стояло пять известных артистов. Никита Михалков, Александр Домогаров, Лев Лещенко, Александр Розенбаум и покойный Александр Ширвиндт. Несмотря на круглую дату, глава организации Никита Михалков заявил, что время на празднование просто нет. Мы в самом начале пути, нас ждёт колоссальная работа, заявил Никита Сергеевич. В городе Нижний Новгород органы полиции и члены местного филиала антикоррупционного комитета в полном составе арестовали музыкальную группу под названием «Коррозия металла». ЧП было вызвано тем событием, что во время концерта музыканты данной группы демонстрировали нацистскую символику. На известного советского композитора Евгения Догу было совершено нападение с целью ограбления. Неизвестные преступники врывались в квартиру 87-летнего артиста и пытались похитить редкие предметы старины. Евгению Дмитриевичу Доге была нанесена черепно-мозговая травма. Все двое преступников были задержаны. Сегодня свой день рождения празднует член комитета и известная советская и российская актриса Лариса Удовиченко. Ларисе Ивановне исполняется 69 лет. Помимо этого, сегодня день рождения у главной героини фильма «Спорт Лото 82» актрисы Светланы Амановой. Ей исполняется 63 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.